Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, агронослышавкинс. Итак, друзья, опять у нас куча новых событий, точнее все события старые, но заново их запускает. Ну, во-первых, ребят, у нас снова открылась красота и рыцарь, тут все просто, ребят, то богаче, то ты красивее. Вообще никакого здесь такого нету, ни интриги, ничего. Ну, естественно, если у вас большой альянс, вы можете выбрать одну девушку и дарите ей все ваши цветы и подарки, то она, возможно, займет хорошее место и получит плюшки. Ну, плюшки, кстати, здесь не такие уж серьезные, рейтинг рыцаря. Вот, смотрим, друзья, здесь, ну, камень снаряжения эволюции фиолетовый, точнее рыжий, 30 всего рамка эта. Ну, так себе, конечно, да, облик, конечно, веселый, но взять его будет очень сложно, ребят. Ну, и всемирный рейтинг тут у нас уже определился, красавица и красавец из ват, ну, еще бы, а как еще кто-то может быть другой, естественно, нет. Донаты у нас самые красивые. Вот так. Итак, здесь у нас что? Рейтинги. Ну, награды так себе, конечно. Все просто, ребят, делайте вербовку, бьете монстров, собираете ресурсы и получаете вот эти печеньки там и дарите их людям, которые вам нравятся. Вот как-то так. Дальше, ребят, что еще у нас здесь появилось? Ну, это у нас также осталась кровавая роза, все вы ее знаете. Здесь вот битва рассвета. В принципе, интересное событие, даже если у вас много ферм, можете завести их к себе, делиться подсказками и все награды отсюда выдернуть. Я вряд ли, конечно, все вытащу, но, в принципе, здесь есть хорошие плюшки. Это вот эти вот для события вот этого коллекционера. Оно у нас еще 7 дней, но рассвет закончится уже завтра, поэтому вряд ли мы его соберем. А так, хотелось бы здесь все вытащить отсюда и качнуть свои криты. Наверное, это не получится. Итак, дальше таверна. Здесь у нас новое слово появилось, я еще его пока не знаю. Так что, ребят, узнаю, напишу вам. Не знаю, где, скорее всего, в группе WhatsApp буду кидать, но пока что не знаю, какое здесь слово на сегодня. Я всего лишь один раз достал, когда было Goodbye Sock. После этого ни одного нормального момента не достал. Ну, это событие вы все знаете и все, в принципе, как бы. Итак, ребят, что я хотел вам рассказать сегодня. Во-первых, многие пишут, откуда у меня есть проценты урон при обороне войск, урон при атаке, допустим, кавалерии или еще чему-нибудь. Сейчас, ребят, вам покажу. Ну, во-первых, это можно добыть за счет звезд. Вот, вторая звезда дает у нам урон при обороне. Третья звезда дает урон при нападении. А четвертая звезда дает здоровье базовое. Так, доступный навык наступательный урон кавалерии. Сейчас его, кстати, изменили, ничего себе. Был урон при нападении раньше. Но, ребят, это все сложно, дорого. Я понимаю, тут нереально добыть практически эти карты. И, ребят, я вам советую качать атрибуты искать. Если есть золото, вы пытаетесь добыть урон при обороне кавалерии или урон при нападении. И, например, накрутить здесь, вы можете добыть себе до 6% какого-нибудь навыка. Это много, ребят, это круто. Ну, естественно, тоже качнуть это очень тяжело. Я качаю бесплатными попытками. И, ребят, вам советую сделать как. Допустим, вы открыли два атрибута себе. Да, допустим, урон при обороне и урон при нападении. И у вас они вот не работают. Да, вам их нужно качнуть больше, чем 51%. Вот вы когда качнете 51%, 0,51%, вам уже в отчете будет отображаться как 1%. И это дело будет у вас работать. Вот я сейчас занимаюсь этим делом с кавалерией. Ее пока качаю. На пехоте у меня было уже. Я здесь поймал. Вот на 60 плюс я ставил, потому что уже работает. До 2% качать очень долго, очень сложно. И мне хватает пока что 1%. То же самое, ребят, со всеми героями. Это с лучниками. Здесь у меня есть урон при обороне. Не надо качать, пока не занимаюсь. Потому что карты жалко сюда сливать. Чувствую, что вторая карта, возможно, будет скоро. Точнее, вторая звезда. Поэтому пока не лезу сюда. Ну и здесь тележник у меня. Здесь у меня ничего не поймано. Я пытался, потратил около сотки золота. Ну и все-таки не добыл этих хороших атрибутов. Но в будущем это мы обязательно сделаем. Так что вот, ребят. Идея простая. Добывайте отсюда атрибуты. И качайте их выше 51% за бесплатные попытки каждый день. Примерно у вас уйдет на это месяц. И сотка золота в среднем. Ну и получайте себе годный процент. И бейте дальше топов. Защищайтесь от них. Вот как-то так. Что еще, ребят, вам сказать интересного? Ну, по аукциону, ребят. Не знаю, что случилось. Короче, что-то поменялось. А товары вообще не покупаются. Все хотят за копейки. Выставляют за большую сумму. Не знаю, такой пузырь какой-то ипотечный тут появился. Или что. Ну, короче, товары вообще слабо берут. Очень... В основном все ищут за копейки. Вот хороший стоит товар. Здесь у нас базово атака. Вон при обороне. В принципе, нормально. Да, 11 всего тысяч стоит. И это реально хороший навык. Но его даже никто не покупает. Уже столько времени прошло. Потому что люди уже... Я так думаю, что... Время же идет, да. Как бы этот строй. Каждый день у всех. Там где-то на ферме. Где-то что-то добывается уже постоянно. Да, с самого начала. Пройдет еще год, еще два. И строев этих накопают, я думаю, тонны просто людей. Фермы. Со всех дел их будут заваливать. Весь рынок нормальным строем. Я думаю, нужно подождать. Ну, я не знаю, так это или нет. Но нужно подождать. Мне кажется, и скоро все нормализуется. Я вам советую в свои строи не продавать за копейки. Реально. Там по тысяче, по две. Там не надо их скидывать, ребят. Оставьте до более лучших времен. Занимайтесь лучше комбинированием, чем их скидывать за копейки. Потому что вы себе ничего нормального не приобретете все равно. Поэтому оставляйте пока все, что у вас имеется. Вот как-то так. И, ребят, по новому событию здесь, по кузнице пытался я сковать себе архангела. Так, где оно у нас? Пытался я вот это событие у нас в магазине. Пытался сковать себе архангела рыжего. Икс пять. Пять попыток, друзья. У меня было все неудачи. Свою же схему я сам соблюдал. Но так ничего и не сковал. Не знаю. Может, перед событием пофиксили здесь все. Вообще не куется. Но, опять же, пытался делать снаряжение. Икс пятое, отрицатое, рыжее. Оно сыплется просто как из рога изобилия. Опять сковал себе целый набор. Покровитель также, ребят, куется золотой спокойно. Но вот с архангелом не везет. Если у вас есть большое количество вот этих вот вещей. Как они правильно называются? Я уже забыл. Эмблема, короче. Ее копите, естественно. Сейчас много попыток на нянь-шоу. Бейте их каждый день. Ну и делайте на 100% набор покровителей. Ломайте и добывайте оттуда себе награды, которые вам нужны. Ну, архангел рыжий, ребят. Не знаю. Попытайте вы свою удачу. Там 2-3 попытки. Но упариваться много не надо. Потому что потеряете все. Я опять попыток сделал. Все 5 неудач. Поэтому больше пока что сюда не буду вкладываться. Все-таки думаю, что перед событием реально шанс на ковку уменьшили. Ну, это не точно. Но мне так кажется. Вот. Еще, ребят. Тут у нас событие новое. Точнее, опять же, оно старое. И опять же, вот вопрос с разработчиком. Почему постоянно его начинают уже выполненным? Сделайте вы его каждый раз заново. Чтобы оно вот было. И снова все эти награды можно было снова взять. Они тут не такие крутые. Реально. И их надо каждый день, чтобы их можно было брать. Каждый раз. Это вот по-глупому сделано постоянно. На донат все опять основано. Чтобы люди опять вкидывали. Вот в эти на плюс 10 делали. И все остальное. Давайте, ребят. Товарищи разработчики. Вы на это обратите внимание. И исправите это. И сделайте каждый раз, чтобы это событие начиналось как будто заново. И каждый человек смог добыть себе награды снова. Более-менее. Где-то здесь себе свитков мудреца добудет. Кто-то герба. Кто-то дойдет до строя. Справочников строев. Улучшит себе строй, чем вот это. Ну тут задание просто. Плюс 7. Плюс 8 снаряга. Плюс 10. Но кто вам это сделает, кроме нереальных донатов. А так обычные люди будут делать больше это событие. И кто-то сюда и вкинет немножко. Вам ведь самим плюс это будет. Зачем вы так вот делаете постоянно? То же самое касается всех событий с драконом. Вот здесь, которые у нас бывают постоянно. То же самое в стройке. И это вообще бесячая фигня. Еще вопрос. И это, ребят, к ребятам и к разработчикам. Что у нас с событием бога ковки? Будут ли нам награды в новый год? Или опять ничего не будет? Как оно вообще работает? Вот мы сейчас здесь находимся. На этом месте. Обещали, что будут запускать каждый год. За месяц до начала нового года. Это будет событие работать. И можно будет снова побороться здесь. Паковаться. И какую-то интригу сделать. И получить какое-то хорошее для себя снаряжение. Где опять это событие? Ну где оно? Скажите мне. Вы опять наделали кучу обликов. Кучу событий донатных. Но то, что у людей уже было сделано. Кто готовился к вас целый год. Вы этого не сделали. Спасибо, конечно. Но так не делаться. Давайте. Как-то. Не знаю. Там с мозгами встречаться друг с другом. Помогать друг к другу. Ну и делать так, чтобы было всем комфортно. Вот. Как-то так. Вам, ребят, всем удачи. Предстоит у нас КВК. Там, надеюсь, по воюю. Я, в принципе, занялся обороной. По-серьезному. Как и раньше занимался. Но сейчас просто у нас мир. Я армию делаю нормально. Броню лезвия опять настроил. И, в принципе, все идет в гору. Железо чищу накопил. У меня таких отродясь не бывало столько. Так что, ребят, скоро будет жарко. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Ну и подписывайтесь, ребят, на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Все. Всем пока.